Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине, рыночные циклы. Итак, я хотел немного поговорить о биткоине и его циклах, потому что одна из вещей, которую мы обсуждали очень много в этом году, это идея того, что биткоин будет по сути остывать некоторое время. И мы обсуждали это еще в марте. И одна из причин, по которым мы говорили, он будет остывать, в том, что доминация USDT дошла до долгосрочной линии тренда. Она дошла до линии тренда. Каждый раз, когда она до нее доходит, мы получаем коррекцию. И также мы сказали, часто мы получаем коррекцию в середине цикла. Если вы посмотрите на золото, одна из вещей, которую вы заметите, в том, что в прошлом цикле его прорыв отметил среднесрочную вершину для биткоина, откуда биткоин стекал примерно 6-9 месяцев. 6 без пандемии, 9 с пандемией. Итак, когда это произошло в марте, опять в этом году, мы подумали, а что если будет то же самое? Это не обязано быть тем же самым, но идея вот в этом. Что если будет то же самое? И причина, по которой мы на это смотрели, была в том, что если вы посмотрите на последний рыночный цикл биткоина, зайдете сюда и пойдем, скажем, на возвраты от дна. Если вы на это посмотрите и откроете последние пару циклов, во-первых, сначала посмотрите на четвертый цикл, на прошлый цикл и сравните с третьим. Вы видите, как в какой-то момент мы увидели, как биткоин обгоняет предшествующий цикл. И как только появляется срез ставок, биткоин сошелся с предыдущим циклом. Он вернулся обратно к уровню предыдущего цикла. У нас была рецессия, спровоцированная пандемией, мы ушли гораздо ниже. Очевидно, рецессии могут поменять основной тренд. И это всегда важно помнить. Но это то, что произошло. Раннее движение, люди ждали раннего пика, это не произошло. Срез ставок и мы сходимся с предыдущим циклом. И потом мы продолжили. Жесткая посадка, Федрезерв срезает ставки, печатает деньги и мы двигаемся наверх. Теперь, если вы посмотрите на этот цикл по сравнению с прошлым, есть также период, где у нас есть в кавычках обгон расписания. И вот здесь мы сказали, а что будет, если у нас будет период в 6-9 месяцев, где рынок медленно идет вниз, чтобы опять сойтись с предыдущим циклом. Если вы сравните это с обеими циклами, отмеряя от пика до пика, биткоин спустился на то место, где попросту эти два цикла были в этой точке времени, всего пару дней назад. И это было очень интересно. Мы много раз это говорили, что биткоин может упасть под 50 тысяч и все еще сходиться с предыдущими двумя циклами. Когда вы смотрите на это вот так, это имеет много смысла, что это наиболее вероятный сценарий. И мы здесь. У нас все еще есть проблемы, через которые нужно перебраться. Есть рост безработицы, неразвернутая кривая доходности. У нас также было все это в прошлом цикле. И вы видели, что произошло. У нас была жесткая посадка, и мы пошли наверх после этого. Это интересный способ смотреть на рынок. Через линзу этих циклов. Потому что что происходит, это у вас есть это, ралли, количественное ужесточение. Потом биткоин немного теряется в облаках, и ему нужно спуститься обратно вниз, сойти с предыдущими циклами. И мы посмотрим, будет это мягкая или жесткая посадка. Вы можете сказать, что в прошлом цикле была мягкая посадка, и потом пандемия. Но это также одна из тех вещей, где у вас есть неразвернутая кривая доходности, и есть причина. Может быть, в этот раз будет мягкая посадка, или может быть жесткая, и потом будет причина для этого. Но это показывает, что просто более спокойный взгляд на рынок в марте. Особенно, когда индикаторы показывали, что вещи перегреты. Это имеет смысл, что это было наиболее вероятным сценарием. Мы также можем посмотреть на это, отмеряя от пика. Если вы меряете это от пика, мы все еще обгоняем расписание, если можно так сказать. Даже с откатами, которые были у биткоина. На данный момент, в прошлых двух циклах, биткоин был примерно на 45% ниже предыдущего all-time high. И предыдущего all-time high не того, который будет. All-time high предыдущего цикла. От all-time high предыдущего цикла 45% вниз, это помещает биткоин на 38 тысяч. Просто чтобы вы понимали, как далеко мы сейчас от расписания, опираясь на последние два цикла. Заметьте, что это не что-то необычное. То же самое произошло в прошлом цикле, где биткоин обогнал себя и потом в итоге обратно сошелся с предыдущим циклом. Теперь, если вы посмотрите на этот цикл по сравнению с прошлым, вы можете видеть, что происходит что-то похожее. Биткоин обгоняет и теперь медленно сходится с предыдущим циклом. И это что-то, что я думаю, важная вещь, которую надо помнить в этих циклах, что часто биткоин может вести в этом ралли в раннем бычьем рынке, особенно с количественным ужесточением. Но до мягкой денежной политики доминация биткоина, скорее всего, будет расти. И одна из вещей, которую я упоминал, я думал, что мы входим в окно, где биткоин будет идти боком со слегка медвежьим оттенком, пока доминация биткоина не дойдет до 60%. Что интересно, это то, что я видел, что люди говорят, что не было медвежьего оттенка. Но о чем я говорю, и опять же, это то, что уже произошло. Это просто ряд уменьшающихся максимумов и минимумов. Вот что я имею в виду. Боком с медвежьим оттенком это просто уменьшающиеся максимумы и уменьшающиеся минимумы. Это не означает, что так будет всегда, но пока так было. И по мере того, как это происходит, доминация биткоина, конечно же, росла попросту все это время. Это взгляды на рынок, которые были верными. Взгляды на то, что это сойдется были корректными. Рынок никуда не ушел попросту с февраля-марта. Примерно полгода рынок никуда не двигался. Я бы также хотел... Ну, это было бы упущением, если бы я не показал возвраты от халвинга. Давайте посмотрим на последние пару циклов. Это худшая производительность биткоина после халвинга на данный момент. Опять же, есть некоторые риски, которые объявляются сейчас, которых не было в прошлом цикле. Гораздо более стабильный и медленный рост безработицы. Это может это объяснить... Одна из вещей, которые интересны, в том, что если вы посмотрите на предыдущие циклы от халвинга. После первого цикла биткоин ушел наверх и не спускался ниже значения, которое было на халвинге. После халвинга в третьем цикле то же самое. Мы до этой цены не спускались. Но второй цикл и четвертый спускались под их начальную цену на халвинге. Так что это чередовалось. Один и три. Мы только росли после халвинга. По крайней мере, какое-то время. Второй и четвертый. Были проблемы через который нужно было пройти. И, кстати, в 2016-м были также страхи рецессии и жесткой посадки. Мы в итоге... Ну, то есть были части мира, где были рецессии, но здесь мы этого избежали. Опять же, эти вещи показывают, как похожи эти циклы. Особенно если измерять от минимума. Когда вы так измеряете, выглядит это как одно и то же. Когда измеряете от пика, окей, все еще выглядит как будто есть еще место для движения перед тем, как вы дойдете до точки, где вы можете оправдать сильный рост. Но я просто хотел показать возвраты цикла. Одна из вещей, которые я упоминал ранее в этом году, это если у вас будет летний спад и потом ралли после этого, то вы можете, это возможно, получить ранний пик. Но мои два аргумента вокруг этого. Один в том, что ранний пик — это не лучший исход, потому что все предыдущие пики были в четвертом квартале года после года халвинга. И в каждом цикле люди говорят о раннем пике. Так что я бы сказал, что это никогда не было лучшим исходом. Но чтобы увеличить шансы в ралли 2025-го, это было важно для биткоина. Пройти через этот период, через который он прошел. И может быть это не конец. У нас может быть продолжение. Он все еще не доказал, что он не устанавливает еще один уменьшенный максимум. Нужно подождать. И также, кстати, он вернулся к ленте поддержки бычьего рынка, через которую ему нужно пробиться. И он пробивался фитилями, но это то, где сейчас биткоин. И он не поменял еще тренд. И доминация биткоина, я думаю, еще не дошла до пика. И пара альткоинов к биткоину еще не пробились вниз. Так что есть еще работа. И глядя на это, отмеряя от пика, это показывает нам, что у нас есть время на это. Если нам это надо. Глядя на биткоин к доллару и наблюдая, что он сделал в этом году, это действительно было очень похоже на 2019. Серия уменьшающихся минимумов и максимумов. И все кричат о раннем пике. Еще кое-что о раннем пике. Что нам нужно держать в уме? Это то, что всегда есть сценарий, где у вас есть ранний пик. И он уже был. Так что если вы меня заставите выбирать, какой сценарий наиболее вероятный, самым вероятным, вероятно, будет нормальное время где-то в году после года халвинга. Когда будет количественное смягчение, они напечатают денег и биткоин вырастет. Второе, самое вероятное, это ранний пик, где он уже был. Я бы сказал, наиболее вероятным будет пик, который будет через месяц. Ну, то есть может не через месяц, но к концу года. Я знаю, что многие говорят о чем-то таком. Это все еще возможно. И если будет ралли в четвертом квартале, то это опять будет в картах. Но есть элементы того, что если вы верите в ранний пик, если это ваш лучший вариант, то просто напомните себе, что этот пик мог уже быть. Опять же, очень много вещей, которые указывают на то, что это не так. Например, если посмотреть на некоторые метрики, не похоже, что рынок расширился хоть как-то похоже на 21-й. И если вы посмотрите на социальный риск, он все еще низкий. Не выглядит это так, как основная вершина, но мне кажется, риск в том, что если Федрезерв спровоцирует рецессию, что если люди не вернутся на этот цикл, потому что они слишком заняты, беспокойся о своей работе. Это всегда риск. И мы отмечали эти вещи раньше. Например, если взять Фибоначчи вот оттуда в 2017-м, мы говорили, что уровень в 73 тысячи может быть сложным уровнем для биткоина. И вы можете видеть, что сейчас мы поднялись опять на 3,618. Это все еще дилемма для биткоина. Если вы посмотрите на S&P, одна из вещей, которую вы заметите, это то, что 1,618 может быть сопротивлением какое-то время. И оттуда отвергся S&P. И на самом деле, до 1,618 мы дошли прямо перед пандемией. И если мы вернемся на цикл назад, до 1,618, если отмерять от среднесрочного минимума, мы дошли до 1,618 вот там, где было сопротивление какое-то время. И потребовалось время, чтобы через него пробиться. И вы можете также найти другие примеры в истории, возвращаясь к 70-м. Если вы посмотрите, где мы устанавливаем максимум, потом минимум, и потом 1,618 служит как сопротивление. Это, вероятно, более высокий риск для биткоина. Это если S&P не сможет пробиться через 1,618. Я не говорю, что оно не может. Мы даже в пандемию пробились в итоге. И даже в цикле до этого у нас был страх рецессии, но мы в итоге поднялись и пробили 1,618 к четвертому кварталу года выборов, к ноябрю. Мы были над ним. Я думаю, что это одна вещь, которую я бы сказал, если вы ждете раннего пика. Я вижу, что многие ждут, и они продолжают говорить четвертый квартал этого года. Четвертый квартал. Но если вы в этом лагере, вот это тоже риск. Нанес ли Федрезерв много ущерба? Я бы не сказал, что это наиболее вероятный сценарий, но это риск, который стоит держать в уме. Пока что, если вы посмотрите на возвраты по биткоину от минимумов, это как бы выглядит как обычно в этой точке цикла. Если мы получим жесткую посадку, как в прошлом цикле, то мы можем уйти гораздо ниже нормального возврата в этой точке цикла. Это нужно держать в уме. Но пока что в последние пару лет держать большую часть портфолио в биткоине. Это было очень полезно и помогает сохранять ценность в Сатоши. В отличие от теоретической потери многого из этого в рынке альткоинов. В то время как некоторые альткоины показали себя хорошо, большинство не показало. Это мой взгляд на рынок. Я думаю, что если отмерять от минимума, у нас есть еще много времени для того, чтобы все рынки сошлись, для того, чтобы рынок альткоинов поклонился королю, для того, чтобы доминация биткоина дошла до 60%. Если измерять от пика, есть еще много времени до того, как вы действительно дойдете до того, где были предыдущие два цикла. Но если вы измеряете от апрельского пика, можно сказать, что мы гораздо дальше ушли. Если сравнить апрель 21 с 2016, можно сказать, что мы гораздо дальше и что это может отыграть как цикл 2016. Тем не менее, как я говорил, я думаю, что имеет больше смысл, сравнивать вещи по тому, где действительно был максимум цены, а не по тому, где индикаторы, говорят, была вершина. И когда вы это делаете, вы получаете вот это. Если вы получите ранний пик, где пик появится, скажем, в четвертом квартале этого года, то биткоину потребуется устойчиво пробиться через 70 тысяч. Довольно скоро. Как он это сделал в цикле 2017? Примерно в это время он начал разгоняться и потом в итоге, наконец, пробился. Но структура рынка тогда была совсем другой. Тогда мы устанавливали увеличивающиеся максимумы и минимумы. Сейчас с марта мы устанавливаем уменьшающиеся максимумы и минимумы, так что это немного другая структура рынка. И если вы будете сравнивать это с прошлым циклом, это выглядело как будто мы следовали этому в какой-то момент, но потом мы разошлись. Так что мы возвращаемся к измерению от ноябрьского пика. И теперь это выглядит более правдоподобно. Если измерять от апреля, то мы уже прошли это окно, когда была вершина. Так что вы можете увидеть что-то подобное вот в этом сравнении, где если сравнивать с апрелем, похоже, что это правдоподобно, но если биткоин не сможет пробить эти максимумы, то это в итоге может выглядеть как предыдущее сравнение, когда было похоже, что мы следовали этому циклу и потом разошлись. Так что я бы держал это в голове. По мере продвижения в этом цикле. Что бы в итоге не произошло. Я не знаю. Я думаю, и я говорил это ранее, я думаю, что большая часть портфолио в биткоине это хорошая стратегия. Я признаю, что я не знаю, что произойдет. И если биткоин пойдет наверх, большая часть биткоина дает доступ к прибыли и минимизирует потери. Потому что если он упадет, альткоины скорее всего упадут сильнее. Я весь год это говорил, и это было правда весь год. И вот мы на 61 тысяче. Попросту на той же цене, на которой мы были с марта. Плюс-минус. Основная разница в том, что доминация биткоина гораздо выше сегодня, чем она была в марте. Была ротация капитала из альткоинов в биткоин. Я думаю, мое личное мнение в том, что это все еще может быть нормальным циклом. Может даже быть рецессия. И все равно может быть нормальный цикл. Не все рецессии должны быть падениями на 50% в рынке акций. У вас может быть что-то такое. И все еще нормальный цикл, где будет пик в четвертом квартале года после года халвинга. У вас может быть цикл, где у вас будет ранний пик к концу года. Или может быть цикл, где пик уже был. Все три сценария должны быть у вас на радаре. В плане того, как вы управляете риском. И если ваша первая мысль это отмести любой из этих вариантов и сказать, что этого не может быть. Это рынок, ребята. Все может произойти. В любой момент. И мне кажется, что все должны об этом знать. Если вы думаете, что это невозможно иметь ранний пик, это возможно. Даже учитывая, что я не думаю, что это наиболее вероятный сценарий. Это возможно. Я думаю, что люди, которые были наиболее фанатичны на тему раннего пика ранее в этом году. Я думаю, что они думали, что мы будем над 70 тысячами сейчас. И вероятно, на 100 тысячах. К этому моменту, если опираться на то, что я раньше читал. Это не произошло. Я не знаю, верят ли все еще в это люди. Это что-то. Я оставляю 10-20 процентов, что так будет. Может быть шанс 10-20 процентов, что пик уже был. И остальное на то, что это просто нормальный цикл, как все остальные циклы. И все просто пытаются все усложнить.